Добрый день, уважаемые коллеги, это еженедельный обзор от компании TechMill и с вами я, Артур Идиатулин. Началась у нас новая неделя, которая, к сожалению, намного более спокойная, чем прошлая неделя, так как у нас намного меньше экономических событий, на которые может отреагировать рынок встречи центральных банков и отчеты по потреблению, по кредитным расширениям экономики и так далее. Они у нас сейчас прошли и теперь рынки могут вновь сконцентрироваться, вернуться к обработке своих страхов. В частности, это торговая угроза между США и Китаем, которая у нас продолжает развиваться, разрастаться в размерах. Рынки у нас азиатские продолжают бросать в дорожь от стратегии повышения ставок Дональдом Трампом, поэтому продажи сегодня дались легче участникам рынка во время азиатской сессии. Отсутствие четких инструкций ОПЕК по изменению квот послужило сигналом к продажам на нефтяном рынке, однако наиболее пессимистичный сценарий не был реализован и координации усилий картеля все еще налицо, что, конечно же, является поддерживающим, стимулирующим фактором для роста цен. Сегодня у нас цены, как вы видите, перешли снова в снижение, однако амплитуда снижения у нас различается и заметно, что бренд у нас откатился сильнее, чем Витя. Это, конечно же, связано именно с решением ОПЕК, то, что именно решение ОПЕК касается бренд, в то время как котировок Витя у нас реагирует на изменения в производстве в США. В понедельник рынок стревожила заметка Wall Street Journal о том, что Трамп собирается ограничить возможности инвестирования китайских инвесторов, американские технологические фирмы, а также ограничить экспорт технологий в Китае. Озабоченность долгосрочным технологическим превосходством США в мире, в частности над Китаем, вновь обнаруживает инструментальный характер тарифов и пошлин, которыми у нас оперирует администрация Трампа. Это значит, что если торговые у нас ограничения преследуют косвенную цель, то есть защиту интеллектуальной собственности американских фирм, и они у нас имеют мало действенных альтернатив, то велика вероятность, что ими могут злоупотребить, и неверно снивпоследствия для американской экономики, на что, в принципе, у нас рынки сейчас и реагируют. Китайские акции стали лидерами падения на прошлой неделе и продолжительно снижаться. Шанхайский импозитный индекс у нас потерял сегодня более 1%. Это все происходит потому, что Трамп у нас пригрозил ввести пошлин в размере 10% на 200 миллиардов китайского экспорта в США. Китайское руководство у нас пока сдержанно относится к подобным нападкам и пытается как-то смягчить удар, смягчая кредитные условия в экономике. В воскресенье китайский ЦБ назовел, что снижает обязательно норму резервирования для коммерческих банков на 50% пунктов. Таким образом, у нас регулятор пытается стимулировать замещение долгового капитала акционерным в структуре капитала фирм, что в случае ужесточения кредитных условиях позволит фирмам сократить расходы на обслуживание долга, то есть снизит эту долговую нагрузку и повысит устойчивость китайских фирм, китайских предприятий. По отношению к Евросоюзу Трамп у нас занял не менее жесткую позицию. Если расследование администрации Трампа покажет, что импорт автомобилей из еврозоны представляет ту пресловутую угрозу национальной безопасности, то, чтобы ее устранить, будут введены тарифы размером в 20% на данную продукцию. А Евросоюз у нас предупредил, что в случае, если США так поступят, то они, конечно же, примут ответные меры. Ну и, естественно, что им еще заявить на подобные действия Трампа. Доллар изменился незначительно относительно фунта-серлинга, но евро у нас растет против доллара, причем растет довольно уверенно. Что касается оценки риска, о том, как инвестор воспринимает риск, то это заметно по паре у нас доллар-иена, которая у нас откатилась. У нас долгое время пара топталась на уровне... С начала июня она у нас торговалась в узком диапазоне 109,500, 110,500, 111. И сегодня у нас она приблизилась к нижней границе данного диапазона. И сейчас пытается прощупать более уровни, которые лежат ниже. И хорошо прослеживаются позывы медведей именно на то, чтобы прощупать... Нащупать границы терпения быков. И нет оснований у нас полагать, что катализатор торговой войны между Китаем и США вдруг неожиданно сменит вектор, сменит знак с плюса на минус, то есть сможет у нас прибавить оптимизм как-то рынка. Поэтому сейчас у нас будет именно давлять негативное отношение к рисковым активам на фоне вот таких неожиданно появляющихся сообщений со стороны Трампа, со стороны администрации США. Вопрос интеллектуальной собственности у нас остается нерешенным до текущего момента. И рынок все это время пытался успокоить себя достижениями в переговорах между Китаем и США по устранению дефицита торгового баланса. Однако была понятна отчетность таких усилий, учитывая сложность и запутанность той проблемы, за которой взялся Трамп. Мягкая позиция Банка Японии вместе с растущей глобальной неопределенностью будут и дальше подогревать спрос на иену, как на защитный актив. По итогам встречи стран ОПЕК чиновники не дали информацию о конкретном повышении производства, оставив относительную свободу Саудовской Аравии и Кувейту. Это двум странам, которые потенциально рассматривались как страны, которые могут предоставить свободу в повышении производства, в треме как другие страны у нас сохранят производство на прежнем уровне. То есть этим двум странам у нас будет предложено выбрать комфортный уровень добычи и теперь от них будет зависеть то, как будет изменяться совокупное предложение картеля. Рынок у нас посылает смешанные сигналы о равновесии, прежде всего из-за крупного независимого производителя США, который у нас не заинтересован в сотрудничестве. В то же время цели по сокращению добычи ОПЕК непреднамеренно были превышены из-за перебоев поставок Венесуэлы и Анголы, что сейчас картель будет пытаться компенсировать. Саудовская Аравия, которая несколько месяцев перевыполняла план по сокращению производства, теперь получает право на самостоятельное определение квоты для себя, после того, как цены у нас пришли в норму, то есть ей предоставляется возможность повысить производство. После решения ОПЕК, которое оказалось малоинформативным, фокус у нас снова смещается на американскую статистику, на производство, на буровую активность, а также более важными данными станет производство нефти в Саудовской Аравии в июле, что как раз таки даст сведения о намерениях лидера ОПЕК. Спрет у нас, бренд VTI, начал сокращаться в понедельник, в первую очередь из-за снижения бренд. Как вы можете видеть, у нас он сократился примерно до 5 долларов, хотя в начале прошлой недели он составлял почти 10 долларов. Это говорит об ожиданиях того, что действия ОПЕК, скорее всего, сдвинут равновесие в сторону перенасыщения. То есть, участники рынка ожидают то, что ОПЕК все-таки будет повышать производство, повышать свое предложение на рынке. Данные Baker Hughes впервые за год сообщили о снижении буровой активности США. Количество у нас буровых вышек сократилось на одну единицу на прошлой неделе. Однако, сложно сказать, что значило это изменение выброса или все-таки признак насыщения рынка. Тем не менее, динамика последних недель, как вы видите, указывает на стабилизацию. И такой же характер изменений можно ожидать и в добыче компаний в США. Примечательно, что прекращение роста у нас совпало с решением ОПЕК отступить от квот по добыче и просьбе Трампа поднять производство ОПЕК, что может косо намекать о межгосударственных каких-то усилиях по координации добычи. Однако, это может оставаться лишь на уровне сейчас догадок. И необходимо следить за взаимной динамикой буровой активности США и изменением добычи в Саудовской Аравии. Экономика еврозоны у нас пошла в рост. Об этом свидетельствовали данные, которые вышли в прошлую пятницу. Это данные по производственной активности и активности в сфере услуг, по немецкой экономике, по французской экономике, которые у нас превысили прогнозы. К этим данным у нас рынок сейчас очень чувствителен, так как ЕЦБ у нас указал на то, что он будет придерживаться поступающих новых данных, формирования политики, формирования своих комментариев. И поэтому то, как чувствуют себя у нас отдельные экономики в еврозоне, в частности, наиболее сильные из них, будет указывать как раз таки, подсказывать о том, что будет и предпринимать дальше ЕЦБ. Лидирующие индикаторы ЕФО, которые вышли у нас сегодня, в понедельник, также не дали повода для разочарования. Ожидания у нас в предпринимательской среде по поводу будущих перспектив даже чуть превысили прогнозы, в то время как оценка текущей ситуации немного не оправдала ожиданий. В целом, по европейской валюте у нас прогноз сохраняется в сторону дальнейшего повышения, так как заметны очевидные сдвиги в настроениях, сдвиги в оптимизме в пользу экономики еврозоны, в то время как действия Трампа у нас подрывают перспективы роста доходности в США вместе с политикой ФРС, которая еще и проводит цикл ужесточения, вместе с этой ужесточающей политикой у нас перспективы экономики США достаточно быстро, стремительно оморачаются, что в принципе и сейчас выражается в динамике евро-доллара. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в среду.